И все же, кульминационно, если следовать развитию библейской истории, исполнение данных обетований осуществляется в Иисусе Христе, как Авраамова, так и Давидова. Давайте, к примеру, рассмотрим первую главу Евангелия от Луки. Песня Захарии, стихи с 68 по 79. Обратите внимание, слушая данный текст, на присутствующие там мотивы Божьих обетований, Аврааму и Давиду. Начну читать с 67 стиха. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление Ему и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех, ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и поменет Святой Завет Свой. Клятву, которую клялся на Аврааму, Отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших служить Ему в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъедешь пред лицем Господа приготовить пути Ему. Здесь говорит Сабау, а не Крестителя. Дать разуметь народу Его спасение в прощении греховых по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Песня Захарии обращает наше внимание на обетование, на Завет, на Авраама и на Давида. В истории происходят события, благодаря которому осуществляются Божьи планы. Все сосредоточено на одном человеке, которому Иоанн Креститель призван приготовить путь. Сейчас мы рассматриваем этап Евангелия, предшествующий этапу посланий. Апостол Павел видит во Христе обещанное семя Авраама, о котором мы читали в книге Бытие, главе 12, стихе 7. Вспомните, что апостол Павел говорит в послании Галатам 3, которое мы исследовали на семинаре. Этот текст вы, вероятно, еще не успели забыть. Вот что он говорит в стихах с 16 по 18. «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном. Павел обращает наше особое внимание на единственное число в тексте 3 главы, которая есть Христос. И я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Обетование предшествовало закону. Наследство было именно обещано. Оно утверждается на Божьем повелении, Божьей щедрости, а не на каком-либо договоре или контракте. Оно зиждется, как мы увидим далее, на определенном завете. А именно на завете, который на Древнем Ближнем Востоке назывался Царским Заветом. О чем подробнее мы будем говорить несколько позже. А пока обратите внимание на то, как историю искупления понимает Павел. Семя, обещанное Аврааму, сама суть этого обетования в конечном итоге и есть Христос. А что же можно сказать об обетовании, данном Давиду, которое служит своего рода уточнением, конкретизацией обещания Аврааму в истории искупления? В этом нам на помощь приходит Петр. Книга Деяний, 2 глава. Его проповедь в день Пятидесятницы. Ибо в тот день сбылось не только реченное пророком Иоилем. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения и так далее. Произошла так называемая демократизация Духа. Когда его действие начало открыто проявляться не только у священников, пророков и царей, но и у всего Божьего народа неким новым образом. Вот что Петр говорит в стихах с 29 по 36. «Мужик, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о братце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сегодня. Будучи же пророком и зная, что Бог, склятвую, обещал ему от плода чресла его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит. Далее идет цитата из Псалма 109 стиха 1. «Сказал Господь Господу моему, сидя десною меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И далее кульминация. «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Итак, тема обетований Аврааму и Давиду затронута в песне Захарии и потом подхвачена Павлом и Петром. Исполняется же все обещанное в Иисусе Христе. Ну что же, что касается нас, то мы живем в межвременной период. Период между самим обетованием и его окончательным исполнением. Об этом прекрасно свидетельствует текст 11 главы послания к евреям. Сегодня мы не наблюдаем каких-либо убедительных признаков того, что Христос восседает на престоле. Почитайте газеты, посмотрите Fox News, CNN. на исполнение обетования данного Аврааму особенно ничего и не указывает. Поэтому снова возникает то самое внутреннее противоречие, напряжение, которое уже неоднократно возникало в наших обсуждениях. «Уже, но еще не». «Уже, но еще не». Видите ли, подобно Моисею и подобно Давиду, мы тоже живем как бы между, между самим обещанием и его окончательным исполнением. Давайте еще раз посмотрим на Авраама, на его фигуру в Евреям 11 как классический образец героя веры. Начну читать с первого стиха. В Евреям 11 нам сказано, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Мы надеемся, уповаем на это исполнение, но пока его не видим. Не видим в его окончательном исполнении. Это уж наверняка. Далее, стих 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». «Один из таких людей Авраам». Его историю мы читаем в стихах с 8 по 19. Все в той же 11 главе. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую он имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Помню, как в начале 90-х я получил приглашение поучаствовать в конкурсе на должность руководителя Богословского колледжа в одном австралийском городе. Тогда эта идея вызвала больше растерянности и тревоги, чем энтузиазма. на это надо было отважиться. По предвидению Божьему, там я в итоге оказался. Так вот, помню, как однажды один из епископов сказал мне, «Грэм, мы вскоре планируем пообедать в Сиднее. Надо скоро туда ехать. Каждый, когда-то добавил он, должен побыть Авраамом, сумасшедшим Авраамом». Поверьте, если собираетесь служить Богу сумасшедших Авраамов вам не избежать. Для кого-то проявлением этого было приехать в эту семинарию, в чужую страну, о которой вы не так уж много и знали. «Верою, стих 9, обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, с наследниками того же обетования». Обратите внимание на то, как явно тема обетования прослеживается в этой истории. «Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Верой, участвовав здесь также и Сара, и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. «И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском». Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оны и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. «Верую, Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его предзнаменование. Авраам жил в период этого внутреннего противоречия, которое носило эсхатологический характер. Между обетованием уже и его окончательным исполнением еще не. Вот почему он служит ярчайшим примером веры в самых разных контекстах Нового Завета. В Римлянам 4 он образец веры для Павла. Он пример взаимосвязи веры и дел для Иакова, в Иакова 2. Он также и пример веры в обетование Божие, в Евреям 11. Жить по вере с убежденностью в осуществлении ожидаемого и уверенностью в невидимом. Видеосеминария ТВС благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Это и роднит нас с теми, кто жил в эпоху Ветхого Завета. Конечно, наше знание об обетовании гораздо богаче благодаря Иисусу Христу, благодаря Откровению Нового Завета, однако структурно мы в похожей ситуации. Вот почему эти истории вызывают у нас такой живой отклик. Истории ветхозаветных героев веры. Кстати, есть фильм, который называется «Удивительная благодать» в переводе на русский «Удивительная легкость». Возможно, кто-то из вас уже видел трейлер. Мы с супругой очень любим кино, поэтому трейлер посмотрели уже три раза. Фильм, похоже, обещает быть интересным. Это история жизни Уильяма Уилберфорса, человеку, которому Британия во многом обязана отменой работорговли. Он был одним из выдающихся государственных деятелей и убежденным евангельским христианином, социальным активистом, воплощающим в жизнь евангельские ценности. Понятно, что экранизация этой истории, как, впрочем, экранизация любой другой истории, требует получения лицензий. Но, насколько я понимаю, хотя сам фильм я еще не видел, но уже кое-что прочел о нем в предвкушении, в конце концов, уже состарившийся Уилберфорс станет свидетелем триумфа, успеха, ради которого он потратил столько сил и времени. Еще при его жизни парламент отменит рабство. однако в действительности Уилберфорс умер за месяц до того, как это произошло. То есть плодов своих стараний он, к сожалению, так и не увидел. Похожая ситуация нередко складывается и в нашем служении, правда? Теперь он все видит. Мы живем между обетованием и его исполнением даже в более узком контексте, не говоря уже о контексте общей картины. Вот оно, эсхатологическое внутреннее противоречие. Я и вы должны его ощущать. И, наконец, исполнение или осуществление обетования еще не осуществится. обетование в конечном итоге исполнится. Возвратимся к Откровению 21 и 22, а точнее только к главе 21. Обратим внимание на стихи с 1 по 4. Мы так часто обращаемся к этим главам, что, пожалуй, скоро выучим эти стихи наизусть. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, и они будут его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И отрёт Бог всякую слезу сочеих, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни, уже не будет, ибо прежнее прошло». Слышите, снова рефреном звучит «Сам Бог с ними будет Богом их, а они будут его народом». То, о чём прямо сказано в исходе 6-7, теперь достигает своего апогея, кульминации, осуществления в этой картине последнего времени. Божественный замысел собрать свой народ — это та самая красная нить, которая связывает оба завета, которая проходит через всё Писание, придавая Ему единство и целостность, создавая однородный узор, несмотря на всё разнообразие рисунков и цветовых оттенков. Итак, это то, что касается темы обетования. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы, прежде чем мы перейдём к теме завета? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...